Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа подробностей. В преддверии праздника Дня Защитника Отечества к нам в студию пришел герой России Святослав Николаевич Голубятников. Здравствуйте, Святослав Николаевич! Здравствуйте! Вот скажите, сегодня вы являетесь образцом, примером для подражания многих юных защитников Отечества. А скажите, с чего началась ваша карьера военная именно? Моя военная карьера началась с детства. Отец у меня фронтовик. И отец и мама учителя, школьная средняя школа. Это небольшой период после войны. В 45-м году закончился, сейчас Великое Отечество. А это, я родился в 58-м, да, вот это все, я рос на таком патриотическом духе. Поэтому я в 15 лет после 8-го класса ушел в Суворовское училище. Два года там отучился и поступил в наше Рязанское десантное училище. Ну, закончил его и уже дальше пошел служить в воздушно-десантные войска. И так сложилось, что годы вашей военной службы пришлись на непростое время для страны. В частности, вы попали в Афганистан. Да. Я в 79-м году закончил наше десантное училище. 2-го ноября я пришел служить. На юге я служил в Азербайджане. В 104-й воздушно-десантной дивизии. В декабре 79-го года, то есть через полтора месяца, начался ввод наших войск в Афганистан. То есть я это встретил молодым лейтенантом. А в 85-м году я уже попал сам в Афганистан. Я уже 2,5 года откомандовал ротой. И на должность командира роты попал в Афганистан. А после Афганистана как складывалась служба у вас? Значит, ну, два слова про Афганистан. Значит, это я очень удачно опять же попал. Полк он такой очень боевой был. Его все знают, афганцы. 345-й отдельный парашютный санный полк. Чем он был примечателен? Ну, он был самый-самый такой, самый известный, самый боевой. И я там командовал первой ротой. Это был тоже такой воюющий батальон. Ну, вот за два года у меня набралось 20 боевых операций. Вот я с ротой участвовал. 107 боев мы провели. За два года? За два года, да. Развалу Советского Союза присутствовал целый ряд междунациональных конфликтов. Первый кровавый конфликт начался в Сумгаите под Баку между азербайджанцев и армянами. Потом в Нагорном Карабахе, в Степанакерте. И пошло и поехало по всему бывшему Союзу. Вот за Кавказ, за Средний Азербайджан. Вот. И я там побывал, соответственно. Вот уже в феврале 88-го мы были в Степанакерте, это Нагорный Карабах. Потом мы там были во всех этих близлежащих северных национальных пунктах. Потом в Баку. Ну, это такие миротворческие действия. Отдельный вопрос будет по вашей службе в Чечне во время конфликтов на чеченской земле. Да, оно вот так начинаешь вспоминать, и оно что-то не остывает, это время. Вот я в 92-м году пришел из Академии. Через месяц я уже со сводным батальоном, с полка собрали все остатки, что были. И я был уже на границе Ингушетии и Чечни. Мало кто это вообще помнит, что были такие события. Потому что в 92-м году, вот смотри, наш полк весной ушел в Приднестровье. В Приднестровье, там, с миротворческой миссией. Это он ушел раньше, я еще, это весна-лето было, где-то июнь, наверное, июль. А я пришел только в августе из Академии. И уже в ноябре, наверное, в начале ноября, мне собрали остатки полка, батальон сформировали, и мы попали туда. Мы вышли на границу Ингушетии и Чечни. Ну, такую, предполагаемую. Потому что у чеченов было другое мнение. То есть они считали, что их граница по назрани, примерно, проходит. Это столица Ингушетии. В общем, 20 километров в глубину они лишнего хотели. А чтобы они не прошли сюда, мы туда прилетели и встали на настоящей границе, которую все мы предполагали. Это дорога там на Серновод. Перешли к обороне. То есть уже это вот 92-й год. Потом мы занимались обычной боевой подготовкой. В 93-м я с батальоном, он у меня был единственный развернутый вот в этом полку, в 137-м. Я съездил на Октябрьский путь в Москву. Тоже, может, слышали мельком. Вот было такое мероприятие. Мы там Белый дом заблокировали с тыльной стороны, чтобы... Ну, задача была никого не подпускать, никого не выпускать. В общем, чтобы не было стычек людей. Одни же поддерживали тогда Верховный Совет, другие были против. И вот она так и шла, моя служба. В 94-м, 28-го ноября, нас подняли по тревоге, да укомплектовали. Вот мы поехали вот в эту Чечню. Вот это первая Чечня, так называемая. 1-го декабря мы самолетами из Дягилева взлетели. В Моздоке приземлились. Вот, 11-го пошли в сторону Чечни. Значит, встретили сопротивление. Сразу нас обстреляли градом, хотя мы просто ехали. Вот. И с этого момента, вот с 11-го, ну с 12-го, я думаю, декабря начались там уже боевые действия. До Нового года мы подошли к поступам Грозного. Вот я с батальоном подошел в составе нашей группировки. Вот. И 1-го января мы пошли выручать наши войска, которые уже несли потери в Грозном самом. То есть мы пошли им на выручку. Вот. Ну и там выполняли задачу и, в принципе, выполнили ее. Вот. Нормально. Я всегда про это говорю. Хочу, чтобы в Рязани об этом знали. Вот полк, который здесь стоит, 137-й парашютный полк, значит, это единственный полк, где после Великой Отечества войны целый батальон списком был представлен к Ордену Мужества. И где было за 1-ю Чечню больше всех героев. Вот у нас пятеро героев там. Все это было одномоментно. То есть мы на тот момент единственные из российской армии, кто выполнил свою боевую задачу. То есть мы зашли в центр города практически и оттуда не отошли. Мы почти трое суток были в окружении. И мы были такие единственные. Потому что кто сделал попытки, подобные нашей, они все были отброшены на исходной позиции. И там стояли аж до 7-го января. Только 7-го января началось общее наступление. Ну, подошли большие силы. Несколько тысяч морских пехотинцев пришло. Там пехоты подошло. Там больше 10-ти тысяч. Вот. ВВшников прибыло. Там тоже под 10-ть тысяч, чтобы тылы нам прикрывать. Вот. И так далее. А мы там вовсю уже воевали. Вот с 1-го января. И нам подкрепление пришло 1-го, 4-го числа вечером. А вот с вечера 1-го, а точнее с утра 2-го и до вечера 4-го, это немного, да, 2-5 суток, мы были в таком довольно плотном окружении. Довольно плотном. Ну, назад мы в тыл коридор мы свой, конечно, пробили, чтобы можно было подвозить чего-то, районных увозить. Ну, так нас плотно прижали, потому что противник превосходил нас по силам однозначно. То есть у меня было чуть больше 200 человек. У них, ну, судя по интенсивности атак, вот обстрелы и танки они понагнали там, и еще все. Ну, их было человек 600, может быть, 700. То есть это был, как нам сказали, один из гвардейских дудаевских батальонов каких-то. Ну, их было два. Одним командовал Басаев, вторым еще кто-то. Ну, Басаева я просто почему-то запомнил, потому что он потом прославился этим всякими своими. Диверсиями против мирных жителей. Ну, в общем, вот в таком духе. Надо помнить одно, что после Великой Отечественной войны это единственное подразделение, которое списком было представлено к орденам причем. Причем орден Муршта, это довольно серьезный орден. То есть нам есть... И это в Рязани все, это рязанцы, да, это вон полк стоит. Туда можно ходить, например, на экскурсии, да, там есть музей, там можно с этим всем знакомиться. И в окончании мы попросили бы поздравить наших телезрителей, тем более, что вы герой России, и нам есть чем гордиться. Поздравьте, пожалуйста, с Днем Защитника Отечества. С удовольствием поздравляю всех, кто считает себя защитником Отечества, с соответствующим праздником, Днем Защитника Отечества. Желаю всего самого-пресамого. Особенно, конечно, хотелось бы пожелать всего хорошего тем, кто воевал. Преклоняю голову перед родителями погибших. Ну и, как говорят казаки, быть добру. Наша телекомпания, в свою очередь, поздравляет вас с праздником. Мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова